так сегодня 30 августа продолжаем работу на участке дома моего вот как тут уже изменилось вчера была работа новая восстановили забор который покосился упал вот она теперь стоит прямо дальше вот новый забор сделали буквально вчера вечером сегодня утром закончили столбушки из ветлы а из осины жерди вот такие вот жерди мощные по сравнению со столбушком то вот какой забор то забор так забор куриц тут много он там алексея слышно куры его адлеровский абвер немецкая контур вот так сейчас продолжаем работает новая работа на сегодня началась сделать отмостку для этого дома вот так перекапывать а земля бы много корней чтоб не проросло через цемент бетон на тихо ночь лопаты владимир александрович вот с руками и куры по и куры помогают он роет лапами как могут куры гриль всякие корешки много лет тут было иди курица той нечаянно заделу лопатой делал везде набиваю колышки протягиваем обработаем утрамбуем видишь собирает на палатку уносит туда деревьев почти надо чистоту создать ну и 80 сантиметров от мозга когда вода будет туда уходить а сейчас она подмывала и вот это не фундамент ничего тут фундамент и как не треснет все мощно он его утеплял и нашлёк и делал эти нашлёк она у него отошла потому что предположительно так вымала все-таки большая площадь с этой стороны капец и ветер нают отсюда она прямо христалла вода сюда куда и уходить она уходит в грунт а в грунт она с собой уносит мелкие частицы еще делается вот такую красоту ну кто где в городе увидит вот она смотри курочка ряба но вот она ряба курочкой ну-ка ой 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 и опять подошла вот она стоит и погладить курочку но одно удовольствие то что и работа то вот такая она ты владе где у меня концовка этой не застатывать чтобы было ровно вот это вернее сегодня допустили большую ошибку просто ошибку как назвать не знаю просто преступную ошибку был у нас брат здесь Михаил Михайлович Кальмаев уехал я ничего не сказал ребята ему просто предлагали бери тут со стола еще надо с собой ты ехать одни сутки-ка я сегодня утром пришел они провожали его утром без меня там пол пятого кажется поезд уходит виктор николаевич савченко отвез его на поезд ему до барнаула все как надо я говорю с собой то еще взяли они еще как совсем ничего нет на старе лежит грудой лепешки володя печет прекрасные лепешки ни одной лепешки это означает что он сегодня уже в барнауле пойдет киоску чужой тетенькой как она там готовилась чем здесь все чисто освещенное с молитвой но у нас все тут с тобой огурцы помидоры мог взять сыр самодельный был простокваша сливки ну молоко мог и не взять но этот а почему не дали-то ну он вот не взял ой-ой-ой мы приехали как-то уже во втором путешествии были это четырнадцатом году ну да у нас что в прошлом году ездил этот этот сергей то пупков или позапрошлом прошлом прошлом но значит позапрошлом мы ехали второй раз через грузию дорога была закрыта через украину не пройдешь и мы метнулись через грузию подъезжаем пропустой пункт закрыт обвал в горах когда будет да кто знает уже неделя закрыта мы видим мы трасса пустой что такое договорят забывал я порешили давайте объезжать дагестан захватывать это такое опять туда ехать и азербайджан в азербайджане хуже нет как на пропускных пунктах один раз мы 12 часов посидели 8 и 4 другого выхода нету внезапно мы появляемся у отца наума израилевича борщукова в тбилиси столице грузинской страны святой грузии во время службы уже знают все улыбаются мне слово предоставляет я говорю проповедь но говорю мы очень торопимся мы не можем быть народ не знал никто не знал что мы приедем но и что так вот это удивительно когда выше провожать они с огромными сумками а те сестры то и там и лаваш и сыр и и яблоки и помидоры то есть все что мы желаем все есть вот так я после удивлялся спрашивал отецки но как так кто-нибудь знал что вы прием нет служба кончилось они что сосна службу ходят с такими баулами сундухами как город седорами нет конечно что значит какой-то он знак дал и мне так после ну ясно дело что только что купленное там принесенная из дому а уж и во время может службы это послушание монастыря везде такое допускается мы только выехали из грузии мы нисколько не могли почему у нас шенген уже мы пропустили неделю из-за великобритании нас задержала великобританское посольство у нас времени абсолютно нету и мы только выехали ну не из грузии а из тбилиси то ну и расположились давай есть тут интересно какая-то там под забором собачка маленькая всех боится мы ее прикормили ну видать щенок она к нам вот так хорошо все посмотрели чего только они не наложили нам мало то успели сбор денег сделать до чего же грузия такая необыкновенная страна привет благословение выходят провожает ну прямо вообще а первый раз был когда там дольше доночевали у отца наума дома там вообще собрались и отвечать и выступать я две пропыти только и отвечал во время одной службы он вышел рассказал как он пришел православие через меня в моем доме это мой духовный отец приехал представьте стоит там протеереи ночи это конечно здорово и вдруг наши подпустили я-то у них не работал просто проезжаю мимо а тут работал он у нас сколько он проработал то недели полторы две две недели две недели и за две недели он у нас что не заработал лепешку да речь идет не об этом и ребята не жадная а вот такая вот я сказал ему не взял надежде васильев сказали бы она бьего обиходил еще балуйся надежда васильна самое последнее принесет и побежит по людям еще соберет и у нас на столе сотовый мед стоял так и остался сотовый мед этот здорово было бы мало того там с собой даже бутылки воды не налили выходит ничего нет устал пошел и отвезли езжай душа конечно он не умрет и об этом речь идет но мне я все утро и как называется пилю да как же вы могли мне не позвонили я не знаю я сижу за столом ну что какую-то 5 минут дальше бы нам неделю в рот еще не брать опять же работаем вот такая история с нами произошла фактически сегодня сегодня 30 августа 16 года вот я это не скрываю говорю какие мы не такие вот такое выражение нашел себе не такие вот это добро даже не хочет он ну пусть будет даже как бы насильно или как сказать навязчиво ну господь не осудит за навязчивость если я кому-то ну возьми милости не подаю ему когда нам было ехать в германии а там у нас своя сестра валентина артисон валентина дмитриевна зоны берг германия какой привет там сестра его пришла катерина там всего наложили такой дорогой рыбы я ну я не у книга твой не привязан пополам рыбу делю с ураганом собака нас охраняла еще себе говорит ребята так вот это так палтус или счета там запечатанная и собаки даете я прям мой пай мне сливки дали две бутылки из потерявки а одну бутылку полторашку полторы литра сливок полторы а таких полторашек то штук 8 или 10 грушков наложил нам то есть народ очень добрый я сравниваю что мы оказались проигрыши он только помог здесь мне и по обоим домам и у володи пачченко и у никиты они ну просто обязаны ему а вот этой настойчивости не было и оба не жадные у нас все на столе стоит и они не обороняются я их пилю и пилю все утро хочу чтобы впредь никогда нигде так не получилось чтобы он не был пришел не знали нам разницы нет кто он такой а если бы это у вас был здесь мула какой-нибудь или падишах или там как говорят кадий или шейх мусульман про пусть меня простят православные но я скажу что я ему еще больше бы сделал я иду когда по камерам в тюрьме сизо сотрудничаю я первым делом стараюсь помочь мусульманам другим там евреи которые попали у них все другое надо чтобы он говорится крылья не опустил не потому что я его презираю русского потому что ты дома тебе гордится и стены помогают так он тут взрывал ну взрывал за этот но ответит он сейчас то речь не взрыве идет мы как врачи а врач должен помогать всем хотя бы это было враг на поле боя я не знаю вот это премия какая-то нетингела или как называется немка в честь ее медаль что на фронте помогал и врагам раненый враг фашистом коммунист это не имеет значения он раненый раненый ему надо помочь а дальше дальше уже будет правосудие государственные законы разбираться нам тут не не вмешиваться в это что там положено он сделать но в данном случае даже попадает япончик попал раненый дед хасан их же лещат в лучших клиниках почему не удивляетесь а товары в законе вот мы сейчас работаем это я попутно перед всеми открываю язву нашу невнимательность не жадность просто ну не смогли мы как лев толстой говорится попавшийся вовремя сообразить поставить вы не против что я рассказываю про это нет щучки немытые он работал то на на ваших усадьбах перед ним мы просто даже верится распластаться меня на велосипед отремонтировал ну-ка курочка ну хоть маленько то подвинься ну хоть маленько то можешь отодвинуться но но вот такая идиллия тут вот она опять мы корешки вынимаем а потом трамбовать потом возить где-то щебенку доставать песок песок есть цементу доставать и делать отмостку чтобы вода стекала за 80 сантиметров туда это 80 сантиметров я сделал 80 подумал думаю дай 5 сантиметров добавлю а потом Никите говорю Никита ты быстро на ноги бегай-ка как мы делали на Володиной усадьбе то раз два три четыре маленькая даже 82 он быстренько сбегал замерил говорит 5 сантиметров лишнее показал ну я и так и подумал один день один день мы уже тут поправили с оградой много что там где пасека из разобрали там и там построили на улице туалет на два на две двери то есть работа идет и думаю что не безуспешно интересно им червяков едят а что они едят червяков то ну-ка ну-ка что такое а вот так курица говорит не птица а кто же она и баба не человек а кто же она еще какой человек конечно если она злая какая же это помощница это разорительница своими руками разорила дом кто из мусульман знает чтобы она подавала на развод я например не знаю и чтобы она его бросила в россии бы он приехал допустим ну с ганны с турции или что-то не понравилось он сказал обо мне они любят и бросила все уехала я просто не знаю может быть и есть где но согласно корана этого не должно быть у них авторитет мужа и сохранность девицы и женщины на высочайшем уровне они тут постоят а то он показывает фильм это когда она спрашивает ну и что сына я у меня сына воспитываю а жена умерла царствие небесное да нет не умерла она ушла как ушла до другого полюбила но как полюбила то если тебе бог дал этого мужа то должна любить его хранить антихристово племя пошла видели это нет она так и называется антихристово племя это какой-то фильм есть здорово это поставлен антихристово племя вот это про кого же говорится то про христиан ли какая у нас вера димитрий смирнов говорит и наконец останавливается вера такая такая у нас вера весовская весы веруют и трепещут точку а ян не блудит на деньги не зарятся а это умирает от денег лишь как вот когда начнешь говорить он со деревьями сравнил ян золотовый человек христиан это стадо лошадей кучи навоза принесли разговорами сюда вот так а сейчас выходит архиерей как сейчас помню у нас дедеон до кухин потом ставропольский митрополит боголюбивая барнаульская паства всей виноградник насади господь братья и сестры это вообще нельзя говорить братья сестры а только братья и святое писание библия не святые отцы братья и сестры не говорят нигде никто по крайней мере 6 столетий 7 не знаю кто первое то додумался именовать а вот это счет запечатано надо разобрать какая-то или отдушина на зиму вот так ради корешков мы копаем то потому что если там останется семя тот этот обыкновенный шампиньон давит и взрывает асфальт 2000 килограмм на один квадратный сантиметр давление у этой мягкой шляпки 2000 вообще невероятно поэтому играть не приходится надо убирать ну корочки все уходят они уходят до пришли они сюда но все ладно а